Здравствуйте, друзья, товарищи. Движение Новороссия объявляет о начале подготовки к сбору помощи для ополчения, необходимого для весенне-летней кампании. Минские соглашения, о которых говорят сейчас, как о панацеи от всех бед, и которые якобы должны завершить войну, являются всего лишь краткосрочным перемирием. Боевые действия на фронте продолжаются, пусть не в таком объеме, какой был до перемирия, но эти боевые действия идут. Их масштаб будет нарастать. Украинская сторона не собирается соблюдать минские договоренности, не собирается выполнять их политическую часть. Продолжается мобилизация, продолжается переброска тяжелого вооружения, его сосредоточение в 10-20 километрах от фронта. Вся конфигурация украинских войск говорит о том, что как только они сочтут себя достаточно сильными, и как только сложатся благоприятные погодные условия, будет нанесен удар, будет предпринято наступление, нацеленное на разгром ополчения и захват Донецка и Улганска. Ополчение сейчас достаточно сильное. Это уже почти регулярная армия со своими тылами, с правильной организацией, с грамотными военными советниками. Из числа добровольцев с территории России. Однако, снабжения и ополчения по-прежнему недостаточно. По-прежнему люди ходят в рваной одежде, в дырявых ботинках. На фронте все очень быстро приходит в негодность. Поверьте на слово, месяц это очень большой срок для любой униформы в условиях боевых действий. Как правило, через два месяца она превращается просто в лохмуте. Поэтому того запаса, который мы успели создать осенью, ну естественно не только мы, а другие структуры, которые оказывают помощь ополчению Новороссии, его не хватит даже на весну. Нам необходимо поставить по самым скромным подсчетам 10-15 тысяч комплектов, полных комплектов летнего обмундирования, чтобы наши защитники, защитники России и народа не ходили в рванине. Чтобы они могли спокойно находиться под солнцем, под ветром, под дождем. Поэтому движение Новороссии я лично прошу вас по возможности оказать нам помощь. Вы можете оказать ее как материально, так и в качестве волонтеров, организовав сбор этой помощи. В первую очередь нам необходима летняя униформа и обувь. Во вторую очередь, как всегда, снаряжение. Разгрузки, каски, бронежилеты. Они как были необходимы, так и остаются. Список необходимого снаряжения и униформы вы всегда сможете найти на нашем сайте, но в конце моего обращения он будет размещен. Прошу вас откликнуться. Кто сможет помочь именно формой и обувью, мы с благодарностью примем это на наших пунктах сбора в наших филиалах. Кто сможет помочь средствами, пожалуйста, направляйте. Нам предстоят большие закупки. К сожалению, далеко не все можно собрать децентрализованно. Необходимы и централизованные закупки, а на это нужны средства. Я рассчитываю, что наше движение, которое показало свою эффективность, которое показало свою честность, может рассчитывать на вашу помощь. И помните о том, что те, кто сражаются сейчас там, они защищают Россию, чтобы война не началась на российской земле. Заранее спасибо. Продолжение следует...